Хочется, чтобы самолет как-то улетел позже, потому что я опаздываю. Ну вот, да, не получается. Ну что, мы начнем с вопросов, потому что я смотрю, не все еще могут просочиться. Там какое-то суровое движение. Вопросы нам хватит на первых полчаса, а потом вы уже подтянетесь. У кого-то я украл ручку, буду все тебе подписывать. Ну что, если можно не разговаривать, не разговаривайте. Девочки, кто сейчас между собой разговаривает, будет в проклятке. На вечное одиночество и тому подобное. Ну, так бывает. Здравствуйте, Сатя, благодарю, что ты здравый. Итак, ситуация. Имеется. Муж бывший, одна штука. Муж нынешний, одна штука. Дочь шесть лет от первого брака. Оба активно участвуют в жизни дочери, но вижу реальность у обоих, но вижу ревность у обоих в отношении ребенка. Ребенок всегда рассказывает, как провели время, приводит примеры про папу в разговоры с отчимом и наоборот. На чувство бывшего мне все равно. А вот в переживании нынешнего, как бы, стоит ли подриться им об этом, стоит ли ему, например, обозначить ребенку, не хочу слушать эту историю. Дайте ребенок, пусть поживет нормально. Мы живем в мире, где у детей вообще нету родителей. Папа такая редкость. Тут у ребенка два папы. Нет, все равно какой-то геморрой себе придумали. Маленький ребенок, шесть лет, она рассказывает. Как взрослый мужик скажет, что я не хочу с тобой об этом говорить. Не говори мне о своем настоящем отце, он скотина. Это не папа, я твой папа, а он там сперматонор. Ну фу. Фу. Взрослые люди за своих каких-то амбиций, вот это, вот это, мышиной возни ребенку жизнь портят. Нет, терпите. Вы же сами вчера, сами в говнище влезли. Наражали детей, поразводились. По жизни выходила замуж опять за кого-то. Ребенок крючок. Ребенок сидел, никого не трогал. Поэтому свои взрослые проблемы сливать на шестилетнюю девочку, это полный отстой. Ну это моя такая версия. Можете делать как хотите. Задача. Кстати, в отношении женское-мужское 80 на 20, могут ли в эти 20% входить экстремальные виды спорта? Ну я понимаю о чем речь, но может вы не понимаете. Какое ваше мнение по поводу женщина плюс экстрим? Мотоцикл, сноутборд, лыжи, ну и тому подобное. Ну мы должны понимать, что любые действия влияют на организм. Согласны? То есть экстремальные виды, мужские виды, спорта и тому подобное, они вырабатывают в человеке. Не важно, мужчина или женщина. Что вырабатывают? Адонирование. Тестостерон, мужской гормон. Если девочке не хватает тестостерона, а есть такие, знаете, у них не 80 женского и 20 мужского, а такой 100 женского, ну такой кисель. А-та-та-та-та-та. Ну знаете, такое бывает тоже очень грустно. Тогда есть смысл использовать какие-то вещи, которые вырабатывают адреналин, чтобы хотя бы немножко оно приподнялось. Если же ты слишком будешь усугублять женскими историями, ой, эти, мужскими видами спорта, ну, то с тестостерона станет много и все. Вот такая ситуация. Друзья, кто к нам уже прибыл, у нас такая ситуация. Если вы уже пришли, уже разговаривать нельзя. Ну, мы как бы слышать будем меня. Ну, так было заявлено. И иначе мне придется одеть беруши. Ну, прикинь, я в беруши, чтобы вас не слышать. Поэтому то же самое иногда бывает женщина, она с такими железными кукарелами, что ей надо прописать какие-то женские штучки, чтобы там вырабатывались женские гормоны. Потому что не хватает. Знаете, уже кадык вырос, ноги лохматые, как угодно. А она все как бы на лыжах, да на лыжах. Ну, и тому подобное. Проблема не в лыжах. Но мы должны понимать, что любые действия вырабатывают определенные гормоны. Такой девочке надо начинать заниматься чем? Ну, как одна мне спрашивает, Сатя, я вся как бы боевой пингвин в оранжевом жилете, не знаю, что делать. Мужчины от меня шарахаются. Я такая неженственная, что делать? Я говорю, ну что, отрасти волосы, надень юбку. Ну, и едем сзади на машине, сзади. Она говорит, ты что, охерел что ли? Это вся моя жизнь. Штаны короткая стрижка, я гоняю. Я говорю, ну, извини, что мой ответ тебе не подошел. Ты спросила, как? Ну, знаешь, как человек приходит и говорит, что делать? Там, у меня проблемы со здоровьем. Доктор говорит, надо перестать бухать, перестать курить, ну, и подлечить трипер. И даже, ты что, охренел? Я говорю, я люблю это. Ну, любишь, люби, я не против. Я действительно не против. Мне все равно. Мне все равно. Это же не моя жена на мотоцикле носится. Вы говорите, что мужу нельзя оставлять жену надолго. Советуйте не оставлять больше, чем на две недели. И, ну, вчера у нас была, да, морская кемачка немножко. И объясняйте последствия, что женщина начинает подсознательно искать защиту. Ну, да, так и было. А какие отрицательные воздействия складывают, оказывают долгая разлука на мужа? Всякие. И очень отрицательные. И мужчина тоже может начать жить без вас. Ну, все очень просто. А по какой, ну, где именно, ну, не знаю, возможно, он научится стирать футболки и трусы в умывальнике. Да, возможно, он научится, ну, как-то, ну, вы же понимаете, да, сексуальный аспект, ну, и так далее. Мы сейчас говорим о каких-то простых таких грубых вещах. Но на самом деле люди просто отрукают друг друга. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Одна дама говорила, у меня муж приезжает, когда в командировке, я на него смотрю чужой человек. Потому что я вообще не понимаю, кто это. И муж такой, о, жена. Как тебя зовут, девочка, Лена? О, Лена. Поэтому не нужно, не нужно это делать. Пробуем еще ваше письмо читать. Я замужем после родов сделала коррекцию груди. Супруг говорит, что я ему нравлюсь такой, какая есть, но запрещать не стал. Размер груди остался прежним. После операции отношения с супругом резко изменились. Практически перестали общаться. Муж стал меня сторониться, затем еще начал высказываться о моей груди. Жизнь поделилась до и после. Вопрос, почему он так себя ведет и как восстановить отношения. Мне почему-то кажется, что проблема не в груди. Вот что-то мне кажется. Что там в грудь, это 49-й пункт накопившейся проблемы. А так надо идти к психологу и разбираться. Я ж не знаю. То есть это вы сделали вывод. И у вас в голове есть такое понятие. Вот такой мужик смотрит на бабу. Блин, у нее грудь красивая. Он говорит, тварь. Просто мерзость какая-то. Вообще не могу. Я тебя ненавижу. Не хочу с тобой разговаривать. Просто пошла в гонку. Ну, пишите, размер остался тот же. Ну, может, там, я не знаю. Вы сделали, я не знаю, квадратный. Может, на спине. Я не знаю. Не знаю. То есть, ну, без обид, но кто знает. Просто вы уже, задавая вопрос, как вы ставите меня в ситуацию. То есть вы уже все разобрали. Вы уже все поняли. Поняли, неизвестно, как правильно. Проблема в сиськах. Поверьте. Нет. 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 Знаете, сколько такой синдром бывает? После родовой. Ну, там масса всего. Это, знаете, как... Есть такая история, такая шутка студенческая. Мы всю ночь бухали, а утром отравились макаронами. Ну, это здесь. У нас все построено через здание. Мы разрушили отношения. Но проблема в силиконовых, конечно. Правда, что так легче? Наш ум, когда мы попадаем в какую-то проблему, мы ищем какое-то оправдание, чтобы нас не касалось. Чтобы нас не касалось. Ну, хотите, я расскажу. У меня же такая самая ситуация. Что вы думаете? Ну, не с сиськами, я имею в виду, а что я ищу проблему. В другом. Надо мне было прийти в Сбербанк и там решить какой-то вопрос. Я очень хороший специалист в семейных отношениях. Ну, я философ. Я шикарный преподаватель кулинарии. Я великолепно разбираюсь в истории. И могу вам прочитать лекцию, как бегать на низком пульсе. У меня это получится. Ну, вот эти все бухгалтерские точные темы меня подкумаривают вообще. Я тупорылый вообще. Я все время звоню бухгалтеру. Лиля, Лиля, пожалуйста, помои. А что она с той стороны так и ходит? Ты что, дебил? И там как-то так получилось. Мне надо было прийти в Сбербанк и сменить логин и пароль. Ну, вы понимаете, кто занимается там. ИП, вот это все дела. Вроде это все не сложно, но нет. Нет, это сложно. Я прихожу и она говорит, ну, хорошо, надо писать заявление. Я как-то написал это ужасное заявление. Я как-то там это самое. И там такая хитрость. То есть, ну, чтобы не было никакой темы, пароль приходит на телефон. Грубо говоря, а логин, ну или наоборот, он приходит на почту. То, чтобы в одно место не приходило. Ну, например, если уйдет, то не на ту почту. У кого-то будет, значит, доступ. То есть, они таким образом защищают. И ко мне на телефон приходит мой пароль. А логин приходит на почту, которую я тупорыл и написал неправильно. Я ее написал неправильно. Вот и все. Ну, как-то там перепутал цифру какую-то. И это пришло, а туда не приходит. И я жду, 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 жду. Вынужден был вот это звонить. Мы долго разбирались. И, короче, разобрались, что кто-то в тормоз. И знаете, вот сейчас мы дошли до самого главного. Первая моя мысль. Я с женой беседую говорю. А ты мне точно прислала правильный этот? Ну, мою почту. Он говорит, да. Я говорю, точно, точно. Он говорит, а что ты намекаешь? И я сразу понял, что подсознательно я не хочется чувствовать себя дебилом. Понимаете? Что-то он тут просто затупил. Хочется, чтобы виноват был кто-то. Вы заметили, у нас сейчас это либо супруги, либо дети, либо ЖКХ, да? Там, Путин, Владимир Владимирович, в нашей стране выполняет именно эту функцию. Эту функцию. Потому что лично он раскрал все. Лично он не дает тебе возможности зарабатывать. Лично из-за него ты поступил в ПТУ. Лично Путин. Лично. Лично он. Лично он не дал выучить тебе английский язык и тому подобное. Изучить какую-то профессию. Лично он. Прямо вот, да. Лично он настал у тебя в подъезде. Лично вот прямо вот он ходит. Темнейшее одно слово. И как-то легче жить, правда? Так ты чмо неудачливая. А так либерал. Поехали. И вот здесь такая же ситуация. Так ты просто не умеешь. Несчастная баба, которая не умеет строить отношения. А так сиськи. Сиськи виноваты. Понятно. Если бы не сиськи, я уверен, что, ну, все было бы великолепно. Вы, пожалуйста, не обижайтесь. Я вообще не о вас речь. Мы говорим о том, что мы всегда ищем какую-то причину. Виноват кто-то. Так легче жить. Вы чувствуете, вот по вопросам. Задают вопрос? Задают. Это мама. Это все из-за мамы. Да. А вот муж же не уважает маму. Вот поэтому он меня не уважает. Как сделать, чтобы он уважал маму? Зачем? Ну, может, и меня она сейчас уважает? Ну, на самом деле, проблема в том, что два человека не уважают друг друга. Мама там десятым боком вообще. Она там вообще не при дела. Но так легче. Я все в белом. Я даже так я. А все в говне. Понимаете? У нас так. У нас так. Люди... Жуткие. Продолжаем. Зеленое письмо придумать. Ну, действительно. Почему бы? Ну, старый пиздук, да? На темно-деленой бумаге. Светлую шариковую ручку. Дома прочитаю. Ну, сами читали. Ну, а что я могу делать? Я не могу прочитать. Ну, на черной бумаге бы еще написали. Ну, черная ручка. Ну, что? Я не к тому, что вы виноваты. Ну, друзья, мы в тупике. Логично. Да. Ну, вот. Я в разводе. Два маленьких дитя. Год общались с молодым человеком. Он разорвал отношения. Сказал, что чувств нет. Спустя три месяца вернулся. Предложил. Хочу общаться с детьми. А они не его. Ну, что это за шиза? Ну, не знаю. Возможно, у него вот эти креативные идеи как-то проходили с вами. Потому что приходишь к твоей, ну, бывшей подруге, да, и такой говоришь. Чисто с детьми хочу пообщаться. К детям тяги. Самое интересное, что, походу, это, ну, пройдет история. Пройдет. Интересно. А, ну, тогда останься сегодня с ними. Я схожу на свидание, да, посидите, да. Слушайте. Иногда, поймите, женщины, эти милые, великолепное создание, они, им уже иногда такой понос в уши залить, и они такие, ну, а, а как? Да, к детям. Ну, почему мне за секунду пришла в голову мысль, ну, к детям, вот, посиди тогда с детьми. А вам не пришла. Что за шиза? Вопрос правильный поставил. Что у вас за шиза, что вам такие вещи говорят, а вы не обглодали лицо в ответ. Мужчины боятся успешно финансовых женщин. Как себя вести? Машины, квартиры, украшения не показывают? Нет, проблема не в том, что мужчины боятся финансово успешных женщин. Нет, есть масса людей, которые, наоборот, ищут финансово успешных женщин, чтобы ездить на ее машине, ну, и жить в ее квартире. Но это, может быть, не совсем то, что вам надо. Мужчина, он, там целый спектр переживаний, эмоций, ролей, потребностей. И он ищет женщину, рядом с которой он все это может реализовать. Ну, вот и все. Если он подходит, а баба в нем не нуждается, и она там на три порядка выше, ну, что, он будет с ней сражаться? Он говорит, да, я как бы голодранец, я приехал из Тынды, допустим, а ты тут вся такая, у тебя сеть, шар у мяча по всему Владивостоку, ну, что тут такое? И ты ездишь, на машине, на машине, а я на мобеде. Сейчас я как, как схвачу, как потащу, как полетит все, вот такие по заколочкам. Да нет. То есть он понимает, что это не мое. Вот и все. В чем проблема? А что вы общаетесь с мужчинами, для которых вы успешная? Вряд ли вы самая богатая женщина по Владивостоке. Машина, квартира. Общайтесь в своем кругу с мужчинами, которые, ну, я не знаю, для которых машина у женщины, ну, это как вот ухо. Ну, это редко такое бывает. Мужчин, блин, у тебя два уха, я тебя боюсь, ты успешно. Нормально, что люди ездят на машине. Ну, Владивосток же город какой, что на нем же нельзя ездить, ну, пешком ходить. Я бегал недавно и выяснилось, что во Владивостоке у всех великолепное сердце. Ну, потому что я к дому шел, запыхавшийся, а меня обгоняла бабка. Реально бабка, которая не очень здоровая бабка, да. Я серьезно скажу, я был, она с такой скоростью шла на лев, а у нее там правая нога была, ну, она такая пуша, знаете, у стариков иногда бывает, там какая-то проблема очень серьезная, видимо. Но это вообще бабуля вообще никак не остановила, а меня напрягло, и у меня с путь поднялся, ну. Поэтому на машине тут надо ездить, конечно, поднялся и сдох. Поэтому общайтесь с теми, для кого не являются ваши какие-то финансовые, достаточно скромные финансовые достижения являются какой-то недостижимой целью. Прям боятся успешно. Мужчины боятся. Прямо сижу тут, успешно. Ай-яй-яй, боюсь, боюсь. Ночь уйдешь такой, из-за улла только, а я успешен. Чего не боятся? Они просто неинтересны. Женщина, для которой ничего нельзя сделать, тебе неинтересна. Вот и все. Я замужем раз в год езжу в командировку в Москву и там встречаюсь в кафе со старым другом, который там живет. По-дружески болтаем на множество общих тем. Это этично, если он за меня заплатит? Или я должна сама расплатиться за себя ввиду семейного статуса? Понимаете? Девушку волнует вопрос, этично лишь он заплатит или неэстетично? То есть она балансирует, ну, по краю. Вот-вот она получит статус блядь, а она волнуется, что кто заплатит. Ну что? Ну я не знаю. Ну ты замужья женщина. Замужья женщина не ездит раз в год к своему другу поболтать. Ну хорошо, давайте просто поменяем места. Мой муж раз в год, вот представляете, она говорит, мой муж раз в год ездит в Москву и там встречается со своей одногруппницей. Они мило болтают за жизнь. И как ему донести, что каждый должен за себя заплатить, ведь он же жена. И чувствуете, он такой, раз, и отвел от проблемы. То есть у меня одна проблема, не знаю, кто платить. Ты замужья баба, ты втихаря шляешься с каким-то козлом, который хочет тебя трахать. А вы что думаете, вот тебе пообщаться просто хочется? Конечно, пообщаться, старый друг, да. Может, с точки зрения женщин, это как-то иначе, но с точки зрения мужчин, это очевидно. Очевидно. пообщаться, развод. Ну, ужас и дело, ужас, проси. Дорогой, вот не знаю. Ты ознакомься со значением термина трепанация черепа. У меня сложилось впечатление, что инициатором дистанцирования может быть только жена. Это так? Ну, нет. Может, конечно, быть и мужчина, но мы живем в мире, где инициатором вообще всех изменений в жизни является женщина. Она 99%. То есть мужчины, да, резким исключением, они не очень любят что-то менять. То есть такое, ну, если что-то не разваливается, мы не стараемся. Поэтому, в основном, да, такое впечатление сложилось, потому что в основном женщины в зале и в основном я даю советы кому? Женщине. Ну, то же самое, как подумать, сложилось впечатление только, что только женщины со своими друзьями пьют кофе. Нет. Просто женщины об этом спрашивают. Некоторые коучи говорят, что если муж осохатился, прям не знаю, что за коучи. Осохатился, это мой абсолютный термин. Вряд ли это некоторые или уже последователи есть. Если муж осохатился сильно или неоднократно по одной и той же причине, то нельзя сразу прощать. Он должен что-то красивое сделать, добиться действиями извинения. А вы как считаете? если мужчина... Тут опасность в чем? Мужчина может попасть в формат, что можно сократиться за недорого. Ну, допустим, я не очень люблю, когда кто-то курит в общественном месте. Я не против, когда люди курят. Это и есть, я смог бы еще делать. Но на меня это плохо действует. Особенно если человек курит по аэропорту в Саркирии и Абунитад Бычок. Ну, я считаю, это быдло, ну и пардон за мой французский и тому подобное. А там висит объявление. Курение... Ну... Курение... В общем, и штраф там 500 рублей. То есть, многие это воспринимают как плату за курение. То есть, он заходит просто-напросто. Ну, представляете, если бы тут было написано... Мы пришли в одну баню и тут же пожалели, потому что прочитали объявление на стенах. И там было так, что... Я не помню, как-то было написано, но там что-то было связано работные массы, бассейн, как-то так, и сумма стояла штрафа, что-то 1200 рублей. И как-то это так бросало, что если ты хочешь блевануть в бассейн, то ватор 1200. И вот как-то там нас не заладилось в этом самом... То есть, возможно, им кажется, что это 1200, и это так испугает человека. И он говорит, ты что, блевануть за 1200, никогда в жизни, лучше захлебнуться. А кто-то скажет, ну давайте, мне, пожалуйста, два раза блевануть в бассейн, и как бы покакать на каменку там за 3-4 лет. Поэтому, вы понимаете, сейчас о чем речь? Я смотрю фекальные темы доходят, да? То же самое и здесь. Мужчина может попасть в формат, что он может вести себя как угодно. Главное, красиво приподнять, что-то, приподать. Да? То есть, возвращается в 5 утра весь в помаде и с трипером, и понимаешь, что колечко, или там, я не знаю, поменять резина на твой мини-купер, и как бы вопрос решился. Нет. Мужчина должен пострадать, чтобы ему было не хотелось это делать, а не он мог просто откупиться. Ну я понимаю, когда он там что-то, ну там, ляпнул, да, ну какая-то мелочь, и он такой, дорогая, цветочки, вел себя не... А ты такой, ну ты такой вообще скот, давай цветочки. Но не за все можно откупиться. То есть, задача, чтобы мужчина понял, рядом с этой женщиной так вести себя нельзя. Если он может просто откупиться, ну вы, вы очень-очень рискуете. Еще один, еще одно письмо. Может, что-то изменилось. Пока нет. Так. Вот. Вот честно говоря, сразу выбираются вот такие письма. Сразу видно, человек готовился, на принтере распечатал, принес здоровыми буквами для слепых поучей. Вы говорите, что не надо прощать тех, кто не просит. Прощать тех, кто не просит. Ну, не просит прощения. Наверное, так. То есть, можно жить с обидами в сексе и не пытаться с ними ничего сделать? Нет, с обидами в сексе жить не надо, но, смотрите, ошибка заключается в том, что кажется, чтобы ушли обиды из секса, обязательно надо простить этого человека. Ну, хорошо, давайте усугубим. Ну, допустим. Сейчас мы должны как-то усугубить, чтобы понять, что есть алгоритм. Ну, допустим, какой-то ублюдок убил вашего ребенка. И у вас это большая, большая на него обида, злость и тому подобное. Чтобы от этого избавиться, надо простить этого человека. А что? А что, обиду в сексе держи? Я вот к тому, что не факт, совсем не факт. То есть, если человек собирается извиняться, он повел себя как подонок и тому подобное. Мы сейчас уходим от эксперта убийства детей и тому подобное. Но человек так повел, что это тебя очень... И он не считает, что надо извиняться. Зачем его прощать? Им надо не общаться, а идти к психологу. Чтобы выговориться, высказаться. Ну, это может быть психолог, священник, друзья, близкие. Ну, то есть, надо выговориться, выплакать и тому подобное. А его не надо. Есть те, кто должен гореть в воду. Пусть он горит в воду и все. Я очень далеко от христианских ценностей про левую и правую, левую щеку. Все очень просто. Все очень просто. А вот это желание русских женщин все-все-все-все прощать. Господь терпел и давилел. Ну, смотрите, как бы все не закончилось. Поэтому есть те, кого прощать и надо. Плохо, да? Звучит. А так же хотели. Поймите, когда вы прощаете тех, кто этого прощения не заслужил и как минимум не просил, вы его прощаете при одном условии. Вы должны будете его оправдать. Вы должны себя убедить, что то, что он это сделал, не так и ужасно. Если вы оправдали чей-то мерзкий поступок, то, знаете, какой побочный эффект, что случится со временем? Вы так же поступите с кем-то. Причем очень легко. А знаете почему? Потому что вы уже оправдали. Вы уже оправдали, уже не так. Это вот такая вот история. Грустенькая. Но время у нас идет из всех сил. И у нас сегодня четыре варианта построения семьи. Вчера мы говорили про три элемента. Сегодня мы будем говорить об активности. Об активности. Четыре варианта построения семьи, связанные с активностью. Мы вводим два термина. Первый термин называется ведомый, второй ведущий. В семье обязательно кто-то будет ведомый, а кто-то ведущий. Вот эти вот истории, что мы две абсолютно независимые, равноценные личности, которые там это... Ну так не бывает. Так не бывает. Во всяком случае, ну в каких-то аспектах. Ну может, например, мужчина в себе стать ведущий в области деторождения. Дружба такая ситуация. То есть в дружбе два независимых человека, они общаются. Они помогают друг другу и тому подобное. Но дружность обычно равна. В браке обычно люди не равны. Они не равны. То есть мужчина и женщина они не созданы равными. Иначе мы были одинаковыми. Мы не одинаковы. Это не значит, что кто-то лучше, кто-то хуже. Но в каком-то вопросе ты в чем-то лучше, а в чем-то хуже. Ну вот, например, я могу консультировать своего бухгалтера по семейной психологии, она будет, открыв рот, меня слушать. Ну, если она будет спрашивать. Но по бухгалтерии будет она меня консультировать. То же самое мужчина в какой-то области. Ну, он какой-то как бы женщина. Но вот это вместе, вдвоем схватить и потянуть, оно не работает. Эта история. Она не работает. Естественно, есть некие роли. И, знаете, я сейчас студентом был, и нам классно руководитель говорил такую удивительную вещь. Назначить всех, это значит, не назначить никого. То есть, когда все ответственные, значит, ответственных нет. То есть, должен быть конкретно ответственный человек за какие-то мероприятия. И вот, в семье все равно, как ни крути, кто-то должен быть ведущий, а кто-то ведомый. Потому что, люди все-таки очень разные, и найти абсолютно какие-то, я не знаю, универсальные цели, практически невозможно. Но и женщины, я хочу найти, чтобы он с Брусова меня понимал, чтобы все его цели совпадали с моими целями, чтобы его музыка была такая музыка, как у меня, чтобы ему нравились те же художники, те же поэты, актеры, чтобы у нас все было одинаково, одинаково. Ну, так не бывает. Как кто-то мне шутку сказал, где-то в интернете было. Мужчины и женщины стоят и смотрят на закат. Такой красивый, красивый закат, очень красивый. И она такая говорит, Боже, как отвратительно. И она такой, как я с тобой согласен. Знаете, то есть, счастье, когда, ну, обоим что-то не нравится. Но так не бывает. Так не бывает. То есть, найти себе партнера на всю жизнь не получится, потому что люди, ну, они не постоянная субстанция. Поэтому традиционно, традиционно в семье есть ведущий, а есть ведомый. Сейчас грустные слова. Буду об этом говорить. Из этих двух вариантов ведущий и ведомый можно соорудить четыре варианта развития событий. Первое. Ведущий, мужчина, женщина, ведомый. Может такое быть? Может, конечно. А может быть, что ведущая женщина, а ведомый мужчина. Да, тоже может быть. Какие еще есть варианты из этих двух? Нет. Оба ведущие. Оба ведущие или оба ведомые. Вот четыре вот этих вариантов. Давайте начнем с праведом. Он, как мне кажется. Он не то, что праведный, но он традиционный. Мы не живем в обществе амазона и тому подобное. И нам не пойдет. Не пойдет. Правила, которые использовали амазонские. Кому нравятся амазонки, я хотел бы быть, как амазонки. Это Дмитрий Леонидович. Ну, что, классная, ты боевая такая, похожа на женщину-воина. Красивая. Сейчас, как, супер-женщина, да? Был фильм. Красивая же девка, да? А вы знаете, в чем... Вы смотрели, да, этот фильм? Да. Там есть легкая историческая несправедливость. Знаете, в чем? Девушка же красивая, да? А вы знаете, что девушка вот с такими формами, ей воинам очень тяжело быть. Особенно из бука стрелять. Потому что физиология жизни не позволяет. Кто стрелял из бука? Ну, не просто, а из бука. Мешает, ну, сильно мешает, да?